Слава Ра! Триравного здравия и процветания, братья и сестры славяне! Вот смотрю на электронную почту, скайп, вконтакте, вопросы, вопросы, вопросы. Один из часто повторяемых, как перейти на пранаедение. Люди, а чем оно вам надо? Скажите. А? Ведь многие из вас, которые вот так рьяно хотят на пранаедение переходить, вы же еще от вкусового восприятия пищи не отошли. Люди, вы еще многие падок жрете. О каком вообще пранаедении вы за что говорите? Ау! Земля вызывает, то есть. Есть девять основ духовного развития, и в одной из этих основ сказано о недопустимости причинения нецелесообразного вреда другим живым существам. ради ухождения чрево-червоугодия червяков, что у вас в желудках, не стоит убивать коровь и других живых существ. Поэтому сначала следуйте девяти основам духовного развития, то есть не убивайте невинных живых существ и не питайтесь падалью, полученной из их трупов. Говорю вообще уже по пунктам. Не ешьте мясо, колбасу, продукты, имеющие в себе их части, не ешьте рыбу, не ешьте яйца. Понятно? То есть видите, как сейчас новомодно говорить лактовегетарианскую диету. Это значит, питайтесь растительной пищей плюс молоко. Молоко нужно, полезно, все это бред, что говорят, что оно вредно. Мой духовный учитель до 100 лет дожил молоко, пил, все нормально. Не переживайте за это. Дальше, по мере того, как вы будете развиваться, потому что отказ от поедания падали, это еще никакая не ступенька вверх. Просто мясоедство, это достаточно большая ступенька вниз. Выходя на уровень вегетарианца, вы становитесь на нуль. С этого нуля вам постепенно предстоит подняться сначала на уровень сыроеда, потом дальше отказаться и от сырых растений. Постепенно вода, постепенно солнечный свет, постепенно даже уже не солнечный свет, а чистая жизненная сила, то есть прана. И в конце концов вам ничего уже не надо будет. Вы откроете изначальную свою самосветимость и самодостаточность, станете самодостаточным и своей духовной силой сможете поддерживать и укреплять тело. И дальше, когда вы уже подниметесь на уровень Бога, вы сможете своей духовной силой поддерживать жизнеспособность других живых существ. Дело в том, что искусственно вы этого ничего не добьетесь. Вы не можете проснуться и сказать, сегодня я пранаед. Вот хочу жрать мясо, но я пранаед. Не бывает такого, ребята. Чтобы дойти до единицы, надо сначала выйти на нуль с минус единицы. И только тогда вы можете подняться на плюс единицу, плюс двойку, тройку и вверх. То есть сначала вы должны устояться, как вегетарианец. Тоже с сыроедением. Тянут на сыроедение. Там возникли идеи, что все мы срочно с сыроедами стать должны. Бред. Нуль – это нормально. Вы можете в этой жизни и не стать сыроедом. Оно вам 100 лет не надо. Просто со временем, если вы правильно питаетесь, в правильное время смотрите видео, ссылка внизу, правильная пища, такая хорошая, все со временем у вас просто возникнет естественно чувство, что вареная пища – это что-то не то. Понимаете? Если у вас такого чувства нет, искусственно на сыроедение переходить не надо. Оно вам не поможет. Вы не можете прицепить себе крылья из перьев и сказать «Я летаю, я ангел». Да, вы можете через реинкарнацию воплотиться на уровень выше и стать легом. Ну, как по-славянски. Ангелы – это христианские зверюшки. У нас леги, у них ангелы. Кто знает, поймет. Вы можете через реинкарнацию легом стать, но сейчас, если вы крылья себе из перьев прицепите, упадете со скалы просто-напросто. Понимаете? Так и с этим. Не надо оно вам сто лет, если природно не идет. Вот на нуль выйти – это надо. Это ваша обязанность. Потому что вы должны соответствовать человеческому уровню жизни. У человека есть кишки. То есть, в принципе, человеческое тело предназначено для того, чтобы есть пищу, есть вегетарианскую пищу, как указывает строение человека, с возможностью как сырой, так и вареной, и с редкими возможностями вкушения мяса. Но это сделано природой, то есть Всевышним, в конечном итоге, для того, чтобы мы даже в каких-то чрезвычайно сложных условиях выжили, подпитавшись от плоти какого-то животного. Но не для того, чтобы, когда у нас полно вегетарианской пищи, мы брали и убивали ни в чем невинную корову, которая только давала нам молоко. Или, как некоторые говорят, а вот когда корова перестает давать молоко? Поздравляю, ребята! Вы дошли до полного абсурда. Вам ваша родная мама когда перестала давать молоко? Пойдите ее сейчас, убейте за это и съешьте ее мясо. Это шутка, я не призываю к этому. Но это продолжение дальше вашей философии о том, что если корова не дает молоко, ее можно убивать. Мама же уже тоже вам не дает молоко. Понимаете, начните правильно питаться, постепенно у вас само проноедение, если оно вам в этой жизни надо, будет. Не надо, не думайте за это вообще. Всевышний, Он знает для вас наилучший путь духовного развития. И все, что вам в действительности в этой жизни для развития, надо, Он даст. Когда вы выйдете на тот уровень сознания, когда вы не будете зависеть от вкусовых ощущений, вашему уму не надо будет такая подпитка, сто процентов вы сможете отказаться от пищи. Вот сто процентов. Так же, как я отказался от сна, в принципе, почти. Как говорится, на все воля Ра, за все слава Ра. Здравия и процветания, братья и сестры славяне!